Добрый вечер! В эфире телеканал 1 плюс 1. Новый весенний сезон Чиста Ньюс. Рядом со мной само олицетворение весны Елена Кровец. Спасибо, Валера. И олицетворение остальных времен года постоянный ведущий Валерий Житков. Спасибо, Лена. Начнем с коротких новостей. В Тернополе выявили полицейского наркомана. Службе внутренней безопасности показалось подозрительным, что он постоянно пританцовывал под включенную мигалку, а за полгода так ни разу и не снял свои солнцезащитные очки. А вот в Грузии могут провести референдум о легализации однополых браков. Если это произойдет, то, возможно, в скором времени фраза Вану, смотри, какой у меня красивый жена, будет звучать стилистически правильно. Престижный шахматный турнир в Николаеве завершился дракой. Благодаря потасовке данная партия стала первой в истории шахмат количество мата, в которой было сильно больше, чем один. А еще одна драка произошла в Харькове, возле здания прокуратуры во время митинга за отставку Виктора Шокина. По словам очевидцев, конфликт начался из-за того, что одни митингующие требовали отправить Шокина в отставку сегодня, а их противники настаивали на том, что это нужно было сделать еще вчера. С темы уже бывшего генпрокурора Виктора Шокина мы, пожалуй, сегодня и начнем. Итак, накануне голосования Верховной Радой за его отставку многие заметили странную закономерность. Гривна неожиданно начала падать. Из-за этого часть народных депутатов решила, что курс национальной валюты напрямую зависит от присутствия Виктора Николаевича в кресле генерального прокурора. И, следовательно, для того, чтобы стабилизировать ее, Шокина необходимо срочно восстановить в должности. Ну, а чтобы вернуть курс по 8, нужно сделать все возможное для того, чтобы Шокина в генпрокуратуре было как можно больше. Тем не менее, 286 народных избранников проголосовали за, и Верховная Рада поддержала отставку генпрокурора. Ну что ж, пришло время попрощаться с безвременно ушедшим с поста генпрокурора. Так. Блин, это что? Так надо, Лена. Ушедший с должности так любил. Итак, Виктор Николаевич Шокин. Он ушел с поста в самом закате своих сил. А ведь Виктор Николаевич мог успеть не сделать еще столько всего. Трудолюбие, честность, неподкупность и верность своим идеалам – вот те качества, в наличии которых его никогда нельзя было упрекнуть. Поэтому давайте сейчас вспомним все то хорошее, что удалось сделать Виктору Николаевичу за время пребывания на посту генпрокурора. Не удивлюсь, если у этого фильма будет продолжение под названием «Шокин возвращается». К другим новостям. В Киеве появился удивительный автомат, который продает водку и коньяк. По словам первых клиентов этого аппарата, единственное, чего им теперь не хватает, это чтобы по соседству поставили подобный аппарат с закуской и, извините, бабами. Наш народный эксперт Евгений Кашевой не мог пропустить такое событие и вчера побывал на открытии этого первого в столице алкомата и прямо сейчас готов поделиться своими ощущениями. Рубрика «Рот народов. Чисто Ньюз». Всем привет, Вася, с вами Жека. И тебе, Вася, привет. И тебе привет. И тебе, Вася, привет. Короче, Вася, я дома. Значит так, начнем с самых главных новостей, Вася. После того, значит, как после 10 вечера у нас запретили продавать алкоголь, у нас на районе стало как-то немноголюдно. У нас, в принципе, и так после 10 было немноголюдно. А сейчас, Вася, вообще все вымерло. Да, значит, короче. Но предприниматели местные не растерялись. Поставили, значит, алкомат, Вася. Значит, такой же аппарат, как кофейный, только чтобы в любое время мог бухло продавать. Пару отличий, конечно, между кофейным и алкоматом есть. Значит, смотри. Если этот кофейный аппарат во время приготовления напитка пишет «Зачекай, ты ваш напей, готовите, Вася», то этот, Вася, алкомат, Вася, пишет «Родной, Вася, потерпи еще 30 секунд». Значит, дальше, Вася. Щель для приема купюр, Вася, в этом аппарате немножко шире, чем в обычном, Вася. Я так понимаю, что это для удобства, чтобы можно было, Вася, дрожащими руками, Вася, легче было бабло в соус. Вот. Дальше. Эта щель, Вася, не одна, Вася. Их несколько. И они расположены, Вася, по высоте аппарата. Понял? Сверху вниз, Вася. Значит, сверху, Вася, щель, видимо, для тех, кто еще не, Вася. А внизу у самой земельки, Вася, для тех, кто, видимо, уже да, Вася. Вот. Ну, короче, я заценил, Вася, новинку, Вася. И знаешь, есть маленький плюс, Вася. Значит, если раньше нам с пацанами надо было созваниваться, Вася, придумывать место, где это, собственно говоря, сделать сабанту, Вася, то теперь этот вопрос не возникает, Вася. Но! Есть, Вася, огромный минус. Если раньше у меня была куча мест, где я мог спрятаться, Вася, от супруги, то теперь она всегда знает, где меня найти. Ну, Вася, начала возмущаться общественность, Вася. Говорят, мол, типа, это ж теперь школьники, Вася, начнут тупо бухать, Вася. Ну, конечно, типа, что аппарат, Вася, он же паспорт не спрашивает, Вася. Да, согласен, есть минус. Но, с другой стороны, Вася, есть и плюс. Если раньше, Вася, ты с бодунища, Вася, поднимался и сам пилил в магазин, то сейчас, если достал двадцатку из кармана, дал малому, Вася, и все, Вася, башка не болит, Вася. Ну, конечно, не только по этому поводу, Вася, народ возникает. Мол, типа, этот аппарат, Вася, забрал работу у продавщицы в ночных ларьках, Вася. Окей, Вася, забрал работу у продавщицы в ночных ларьках, Вася, но зато дал больше работы полицейским, Вася, и врачам. Вот это плюс. Вот. И знаете что, Вася, в отличие от продавщицы, Вася, автомат тебе не скажет, Вася, тебе, по-моему, уже хватит, Вася, или иди домой проспись, придурок, Вася. Хотя, с другой стороны, алкомат тебе в долг не нальет, Вася. Ну, как говорится, за все, Вася, надо платить. Хотелось бы еще, знаете что, чтоб в шаговой доступности от алкомата поставили еще и похмельмат с цитрамончиком или аспирином, потому что после вчерашнего чувствую, что, по-моему, этот алкомат был немножко паленый, Ася. О, а что я думаю, Ася? Туплю, Ася, прикинь, можно же малого заслать, Ася. Слышь, пацан, пить будешь? А баба, иди сюда. Спасибо большое, Евгений. Выздоравливайте, конечно же. Ну, а мы продолжаем. В отличие от генерального прокурора, Арсений Петрович продолжает цепляться за свое кресло всеми силами и в отставку уходить совершенно не хочет. Складывается ощущение, что он просто одержим своим премьерством. И мы подумали, что если невозможно изгнать Яценюка с поста премьер-министра, то нужно изгнать дух премьер-министра из тела Арсения Петровича. Как, Валера, как это сделать? Как вариант. Это может сделать господин Турчинов. Насколько я знаю, он как-то связан с инквизицией. И он мог бы прочитать вот это волшебное заклинание «Бол в юлук кат», «Бол в юлук ошкя». Боже мой, это что такое? Это «як щу куля в лоб, то куля в лоб, только наоборот». Может, как-то еще? Может, есть другие способы? Другие способы не действуют. Например, кто-то пробовал изгнать премьер-министра с помощью волшебного зелья, но это не подействовало. Тоже недолго результата. Ну, что ж, друзья, даже если дух премьерства скоро сам покинет господина Яценюка, ему уже есть куда переезжать. Духу, мы имеем в виду. СИГНАЛ СИГНАЛ К новостям из регионов. Престижный шахматный турнир в Николаеве завершился совсем не по шахматному, он завершился дракой. Матч между Анастасией Рахмангуловой и Владимиром Сакуном был прерван после того, как тренер Рахмангуловой ударил Сакуна. Хотя, по логике партии, именно Сакун должен был бить первым, поскольку он играл белыми. Несмотря на то, что в конце концов виновник Николаевской драки все-таки попросил у потерпевшей стороны прощения, и шахматисты сыграли мировую, Федерация шахмат Украины не оставит этот инцидент без последствий и в ближайшем времени внесет изменения в экипировку наших шахматистов. А сейчас пришло время дать слово нашим корреспондентам из Полтавы, которые приготовили свой репортаж специально для Чистой Ньюз. Иван, Денис, вам слово. Добрый вечер в студии! Вас вновь приветствует Полтава! Сейчас очень популярно такое направление, как хендмейд. И вы знаете, у нас в области есть населенный пункт, где хендмейд популярен еще с 12-го столетия. Да, и сегодня мы отправимся туда, где все прекрасно понимают, что лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. А именно на родину эко-керамики и гончарства – в опошню. По коням! Да! Все талантливые мастера продают свои изделия в основном на этом рынке. А мастера, у которых руки растут не из того места, продают их где-то там. Все мы знаем, что Арабские Эмираты зарабатывают свои деньги на добычу нефти. А в опошне – на глине. Ну, здесь просто людям лень глубже копнуть. Как и столичная молодежь, люди в опошне любят отдыхать в ночных клубах. Но даже и во время отдыха здешние мастерицы не забывают про работу. Именно сюда на повышение квалификации могли бы приезжать чиновники и депутаты со всей Украины. Но потому что лепить постоянно что-то непонятное для народа – это их призвание. Именно сейчас мы находимся на территории Национального музея-заповедника украинского кончарства. Буквально недавно ему исполнилось ровно 30 лет. Давайте посмотрим. На территории музея собрано огромное количество различных скульптур, которые создавали художники-керамисты не только со всей Украины, но и со всей Европы. И даже со всей галактики. Все жители опошни пользуются уникальной системой сигнализации на окнах, которая по совместительству может служить пепельницей для соседей сверху. Что интересно, в меню в местных кафе нету пункта бой посуды. И если ты что-то разбил, не надо платить, нужно просто слепить новое. Чтобы не отставать от современных тенденций, здешние мастера заморочились и создали свой мордельный ряд. Глечики 5, 5С, 6, 6С и, конечно же, Глечик 6С+. Ну и мы бы не могли закончить свой репортаж, если бы по традиции сами не попробовали то, о чем сегодня рассказывали. Пойдем. Пойдем. С вот таким вот необычным подарком прямо из-за пошли. Специально для Чиста Ньюс. Иван Ксенжук. И Денис Твердохлеб. Спасибо, Денис. Спасибо, Иван. Ждем от вас новых репортажей из Полтавы. Ну, а мы продолжаем выпуск. Николая Томенко и Егора Фирсова лишили депутатских мандатов после того, как они со скандалом вышли из блока Петра Порошенко. Покидая парламент, Егор Фирсов заявил, цитирую, «В Украине отсутствуют настоящие политические партии, а вместо них создана дюжина политических бандформирований, единственная цель которых – грабить страну». Одним словом, произошел тот редкий случай, когда с трибуны Верховной Рады депутат сказал правду. Правда уже бывшей. Депутат. Замена этих двух депутатов, скорее всего, связана с тем, что БПП в парламенте не хватает голосов для того, чтобы посадить в кресло премьера Владимира Гройсмана. Но, как говорится, для того, чтобы посадить кого-то ненужного, нужно сначала убрать кого-то ненужного. Наверное, именно для этой цели вернули скандально известного депутата Олега Барну. Видимо, для того, чтобы он исполнил свой коронный номер еще раз, так сказать, на бис. Еще немного новостей. В одной из донецких школ детям на уроках выдали новый развивающий конструктор-лидер, из которого можно собрать лицо главы так называемой ДНР, так называемого Александра Захарченко. Ну, могу сказать, что такой конструктор вышел очень кстати, потому что после прошлых выходных Александр Захарченко действительно проснулся немножко разобранным и тоже с квадратной головой. У нас зарубежные новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп взял себе в помощники политтехнолога, который ранее работал у Виктора Януковича. Теперь, если Трамп и станет президентом США, то все равно закончит свою карьеру где-то под Ростовом, оставив после себя лишь золотой гамбургер. Что касается самого Виктора Януковича, то у него сейчас очень много свободного времени, которое он решил потратить на очень нужное дело, на видеоблогерство. Такое популярное занятие и прямо сейчас свежее видео на его страничке. Всем интернет-привет! Сегодня в моем интернет-блоге мы поговорим о кинематографе. Немногие знают, что в период моего президентства я очень многое сделал для украинского кино. Так, к примеру, я не посадил актера и депутата от свободы Богдана Бенюка. А зря. Речь о новом художественном фильме «Выживший» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Вы знаете, после просмотра этой киноработы лично для меня фильм стал в один ряд с такими киношедеврами, как «Конан Варвар» и «Пила 4». Поэтому фильм от меня получает заслуженные пять звезд. Сюжет «Выжившего» до банальности просит. Все события разворачиваются где-то в Средней Азии, на Аляске. Главный герой картины в исполнении Леонардо Ди Каприо весь фильм убегает от преследования. Ну, почти как я. Вы знаете, после просмотра этой сцены меня одолевала такая ностальгия. У меня было такое впечатление, как будто я вернулся в свою золотую юность. Хотя... Вы знаете, куда этой погоня до той погони, от которой бежал я. С собаками, с вертолетами, со злыми ментами, которые три дня без сна. В самой запоминающейся сцене фильма на Леонардо Ди Каприо нападает медведь и практически раздирает его. Вы знаете, похожая ситуация произошла и со мной. Я участвовал в такой схватке в 1985 году. Правда, тогда я охотника все же загрыз. Больше всего кинокритиков поразила сцена, когда герой картины ночует в коне. Вы знаете, ходят слухи, что именно благодаря этой сцене Лео и получил Оскара. Но лично на меня эта сцена не произвела никакого впечатления. Вы знаете, у меня в Межигорье царев Олег Анатольевич на мой день рождения тоже ночевал в коне. Притом, знаете, просто так. Смеха ради, а не за какие-то там награды и Оскара. Гораздо больше меня поразил эпизод со страданиями главного героя. Помните, когда Леонардо Ди Каприо буквально исходил пену? Его просто ковбасило. Она напомнила мне все тот же мой день рождения. Вернее сказать, утро следующего дня, когда царев из коня вылезал. Ну и в заключении главный вывод из Увики. Вы знаете, досмотрев кино до конца, я понял, почему картина называется «Выживший». Дело в том, что Ди Каприо в «Титанике» не утонул, а выжил. Выбрался на берег, добрался до Аляс, стал охотником и получил Оскар. Так, после успеха «Выжившего», вы знаете, я тоже начал задуматься о создании своего автобиографичного фильма. Правда, он будет называться по-другому. Я живой. Ну, так вроде бы все. С вами был Витя из Ростова в своем еженедельном блоге обо всем и, как всегда, ни о чем. Всем интернет пока. Спасибо блогеру Виктору. Мы рады за вас. Наконец-то вы нашли себе занятие по силам. Продолжая тему Оскара, скажем, что на него замахнулись и в Украине. В Киеве приступили к съемкам первого фильма в жанре комедийного хоррора. Хоррор? Хоррор это что? Хоррор это ужасы. Что у нас разве раньше не было ужасных фильмов? Валера, это другие ужасные фильмы. Это про ужасы. А, это специально. Специально снятые ужасные фильмы. Так вот, для съемок в картине ищут статистов на роль вампира. Соответствующее объявление даже появилось на специализированных сайтах. Вот, например, внимание. Требуются страшные, визуально неприятные и наводящие ужас мужчины в возрасте от 18 до 50 лет. Я представляю, какие фразы будут звучать на кастинги, на эти роли. Молодой человек, вы нам не подходите. Вы слишком симпатичный, и у вас даже все зубы есть. Или, например, о, Господи, какой ужас! Какой ужас! Мы вас берем! Мы берем! Кстати, главную роль в фильме, Лена, тебе будет интересно, главную роль в этом фильме исполнит известный журналист Макула Вереси. Да ты что! Какой кошмар! Нет, здорово, что он. Здорово, да. Еще раз добрый вечер. Напомним, что в эфире «Чисто Ньюз» – программа, в которой любая новость может прозвучать как хорошая. И сейчас пришло время нашего традиционного хит-парада «Неудачников». Сегодня мы решили посвятить его футболу. Итак, на третьем месте настолько горячий футболист, что его пришлось остужать прямо во время матча. Смотрим. На втором месте футболист, который придумал оригинальный способ отомстить сопернику за грубость. А побеждает сегодня вратарь, который заслуживает Оскара не меньше, чем Леонардо Ди Каприо, я считаю. Спасибо нашим участникам. Желаем им удачи и крепкого здоровья. И то, и другое им точно не помешает. На сегодня новостей больше нет. Программа «Чисто Ньюз» прощается с вами. Желает, как всегда, мирного неба над головой и родной земли под ногами. Встретимся с вами завтра вечером сразу после выпуска «Тейса». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова